Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль BMW X3 2011 года выпуска 2-литровый дизель, автомат, полный привод Пробег на автомобиле 89 тысяч километров Сниму сегодня задние фонари, с правой стороны фонарь в крыле и фонарь в двери Дело в том, что не работает у меня габарит Вернее, габарит работает, но поработав маленько, плата нагревается И он отключается, сначала один фонарь, потом второй фонарь отключается И уже не работает, пока не остынет Остынет, опять включается, нагрелся, опять отключается Это, как оказалось, болезнь у BMW на тройках, на пятерках Также есть на единичках, где эти платы в фонарях стоят, страдают Сначала не понял, думал, перегорело, но там светодиоды стоят И вот постоянный ток плата дает, происходит это Много разговоров Иду, открываю заднюю дверь и снимаю фонари Ну, перед этим сейчас заведу, покажу, что он работает Как она нагревается и он отключается Сейчас заведу автомобиль Вот я перегонял, пока его уже фонарь в крыле успел нагреться Он не работает В двери еще не нагрелся, светится Все, отрубился фонарик Не дождался, проработал опять минут, потом он выключился Открываю дверку багажника Снимаю вот эту накладочку Поднимается вверх И отводится в сторону Сидит на крючках Откручиваю две гайки М6, головка на 10 М6, головка на 10 И выдергиваю фонарь на себя Он без усилия, без всего, спокойно снялся Снимаю разъем Нажимаю фиксатор И все, фонарик снялся Сверху нажимаю фиксатор Снимаю плату Это не та плата, которую нужно делать Это плата с лампочками Под белой тверточкой Снял плату Заодно лампочки протру Пыльные Вот она плата, которую нам надо паять Вот эта вот маленькая штучка Сейчас я ее сниму И увезу пропаять Такая же плата В фонаре в крышке багажника Сейчас тоже его сниму Достану эту плату Она здесь Просто установлена Я думаю, что... Да, она просто установлена Она не приклеена Ничего Зажато Между пластиковыми направляющими И снимаем разъем Нажимаю на собачку Все Одна плата у нас снята Снимаю с крышки багажника Надеюсь, что мне удастся фонарь снять Не снимая полностью обшивку Поддеваем крышку Снимаем разъем Здесь вот одна гайка Которую я вижу Гаечка на 8 Вот через такую Приспособу Кронстейник Притягивается фонарь Пробую надавить На фонарь Да, все Фонарик пошел Опускаю дверь Легко и просто Устанавливается Сбоку две защелки Заводится И через одну шпильку Крепится А вот эта плата Которая нас интересует Вторая Также нажимаю на фиксатор И снимаю разъем С платой Вытаскиваю плату А здесь С одной стороны Она как бы Приплавлена маленько Сейчас возьму отверточку Все, вытащил плату То, что я прочитал Чаще Проблемой является Вот этот Чип Но пропаивать надо Всю плату И пропаивать ее На печке Знакомому позвонил Он говорит Привози Все сделаем Все будет работать Все нормально Повез Отдавать Если позволят Снять с нему Как будет пропаивать Пропаяли мне платы Снять не получилось Неудобно было Стоять под рукой У человека Вставляю Их на место В паз Здесь Что удобно Пайка Это как говорится Предохранительная Была Чтобы была Запаяна плата А так Она Идет Паз На конус Немножко Вот я его Задвигаю И он В жесткую Зафиксировался Все Он не выпадает Оттуда Защелкиваю Защелку На разъеме Все У нас Плата Стоит Устанавливаю Ее На место 7 0 2 11 Маркировка На фонаре Стоит Здесь еще Было предположение У меня Подтекает Сверху Вода Я в видео Писал Что якобы Битое крыло Нет Крыло Здесь не битое Здесь Бежит Именно Через Дополнительный Стоп Сигнал Его я Сделаю Завтра Ставлю На место Фонарик Вот Завел Защелочки И Здесь Его Прижимаю Видно Что он На уплотнителе Отходит Что Уплотнитель Прижимается Герметично Беру Кронштейн И Устанавливаю Его На место Одеваю Разъем И Закрываю Крышку Теперь Устанавливаю Угловой Фонарь Также Задвигаю На место Плату И Одеваю Разъем Защелкиваю Защелкиваю Плату С лампочками Лампочки Протер Надеваю Разъем И Одеваю На место Фонарь Закручиваю Закручиваю Обе гайки Закручиваю Закручиваю Защелкиваю Декоративную Накладку Вот эту Вставляется И Опускается Вниз Все Ну что Завожу Попробую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Всего вам доброго.